Добрый день! В эфире Ирявом ТВ. У нас в гостях писатель, публицист, переводчик Ли Артёмовна Аветисен. Он, который построен на землях Рокфеллера и должен быть независимым от рокфеллеровской силы. Как им не стыдно? Это же видно, что это их задумка. Они бы своей резолюцией за два дня это открыли, но ведь не делают. Значит, важнее гораздо их трубопроводы. Здесь подсадили турецкую партию. Эти люди, которые по-всякому называются именами и фамилиями, это фактически турецкая партия, которая приведена была здесь к власти сектами. Для того, чтобы отдать наш Карабах. Если история им ничего не говорит, если они считают, что можно за 2-3 поколения народ измениться или вообще в принципе может измениться, ну дебилы, пускай идут дружат, получат они обязательно своих дружбанов. Могут довести до такой степени, что Россия будет нас защищать, как сирийцев, своими бомбежками. Но это просто нужно, чтобы хватило у нас тупости, чтобы до этого докатилось дело. Но Россия нас будет защищать обязательно. Пока Россия – Россия. Мы – Божий проект, понимаешь? Вот Господь, Бог, когда придумал Арама, да, есть народы, которые храни получаются произносить. Язык арамейский, не адамейский. Но он не Арама, а Адам. – Добрый день, Лея Артемовна. – Здравствуйте, Жарочка. – Спасибо, что пришли в нашу студию. – Очень рада к вам приходить. – Мы всегда рады вас тут встречать. Лея Артемовна, ну начнем, наверное, с самого насущного на сегодняшний день. Это событие в Арцахе, это блокада, которая длится уже больше 230 дней. И вот последние события, когда похитили жителя Арцаха. И он находится сейчас в плену Азербайджана. Его обвиняют в терроризме, так сказать, в том, что он участник войны Первой Карабахской. Вот эта вся ситуация, блокада Арцаха и вот эти последние действия. Вообще, как вы видите выход из этой ситуации? – Ну, я вижу, что Азербайджан тут вообще ни при чем. То среди этих азербайджанских экологов сфотографировали, нашли раввина израильского. То это сейчас они там стоят. Я живу на улице, где с утра с 7 часов до часу ночи. Взвыз-выз-выз-выз полицейские машины все время наши летают. И стоят гроздьями наши полицейские. Если бы Крохотулечку оттуда направили в эту зону, не было бы никакой попытки облакады. Но что делает дорогой Евросоюз? Он все время пичкает наш бюджет переоснащением полиции, расширением полиции, улучшением довольствия полиции. Для чего это делается? Чтобы охраняли не Арцах, а охраняли первое лицо нашего государства. Это все, понимаете, пальцем деланная ситуация. Что, когда нас 4 года держал в блокаде, дорогой наш западный сосед, тогда только сломался Советский Союз, поняли? Никому ни до кого не было дела. Но сейчас? Не стыдно? Не стыдно? Этот ООН, который построен на землях Рокфеллера и должен быть независимым от рокфеллеровской силы. Как им не стыдно? Это же видно, что это их задумка. Они бы своей резолюцией за два дня это открыли. Но ведь не делают. Значит, важнее гораздо их трубопроводы. И России важнее трубопроводы. Потому что Газпром, мечты сбываются. Вот у них мечты сбываются за счет замечательного армянского народа. Было решение Гаакского суда, но при этом... При чем тут Гаакский суд? При чем тут Гаакский суд? Соберите мне очередную сессию ООН и скажите, что пошли вон с территории этой страны. Почему не делают? Что-то не догадались. То, что палестинцев держат, как в концлагере, у них своей валюты нет, у них своих паспортов нет, там на иврите все записано. Это что? Это тот же почерк. Они специалисты по концлагерям. И пусть не говорят, что эти концлагеря изобрели не они же сами. А вот позиция армянских властей, ведь Фашинян открыто признает, что Арцах – это территория Азербайджана, и после этого Азербайджан говорит, что на моей территории что хочу, буду делать. Во-первых, он неуполномочен. Он кто такой? Он не является руководителем Карабаха. Арцах, откровенно говоря, я лично считаю абсолютно искусственным дурацким термином, потому что Карабах всегда был, и это был Карабах, и это каменный штык, и это государство было независимым ни от кого тогда, когда Армения была под турками и персами одновременно. Это Карабах, и не надо переиначивать это название. Дурацкое переиначивание нас самих загнало в нами же построенную ловушку. Армянам нельзя хитрить. Хитрить должны тупые народы. Армяне умные, нам мозгов достаточно. Хитрят те, у кого мозгов нет. Зачем было придумывать этот искусственный термин Арцах? Что ЦАХ? Это что, хворост? Да, хворост Господа Бога, и что все время будем поджигать этот хворост? Понимаешь? Как назовешь корабль, так он и поплывет. Вот переименовали победоносный корабль, и что получили? Карабахский народ упёртый, деловой, честный, работящий, и его никакая сволочь не сомнёт. Понимаете? Никакая. У меня подруга оттуда родом позвонила своей сестре. И таким грустным тоном с ней разговаривает. Сестра в Карабахе забеспокоилась. Говорит, что с тобой? Что-то плохое случилось? Она говорит, да нет, с вами случилось. Пока в магазинах есть краска для волос, у нас всё будет хорошо. Понимаешь, они не унывающие. Они живые, здоровые, настоящие люди. Дай Бог здоровья. И они выдержат. Просто здесь заранее всё это было спланировано. Я когда убивалась в 2018 году, орала, никто на меня внимания не обращал, что вот это будет. Здесь подсадили турецкую партию. Эти люди, которые по-всякому называются с именами и фамилиями, это фактически турецкая партия, которая приведена была здесь к власти сектами для того, чтобы отдать наш Карабаху. Ну вот сейчас кто является фактически гарантом безопасности Арцаха? Потому что по конституции Армения... Народ. Народ Карабаха. Народ Карабаха. Назвают это демократией. Да, демократией – это власть народа. Народ является городом. То есть они сами себя могут защитить в этой ситуации? С Божьей нашей помощью. А силы насколько равнозначные? Ну, знаешь, смотря что называть силой. Что называть силой? Суворов говорил, который тоже армянин был, да, не числом, так умением. У них умение есть, у нас умение есть. Просто звезды тоже должны помочь, так лечь должны, чтобы это вот сработал вдруг этот момент. Но сейчас правительство Армении не действует в интересах народа Карабаха. Это не правительство Армении, это чужеродные люди, поставленные исполнять свои турецкие функции в правительстве Армении. Они не армяне большинство, каждого знаю генезис. Они не армяне, они антипатриоты, не просто не патриоты. Можно, чтобы человек какое-то время не был патриотом, потом в нем вдруг посыпается. Когда, знаешь, сознания накапливаются, становятся патриотами и суперпатриотами. Теперь у этих людей этого просто нет и не может быть. У нас министерка образования, культуры, науки, рыболовства, космонавтики и всего на свете говорит, что патриотизм – это миф, это совершенно ложные представления о том, чем должен быть народ. Но если такая дура сидит во власти, министр всех министерств на свете, а чего мы хотим? Их же пестовали, их же готовили. Их готовили к тому, чтобы они пришли и сказали, армяне, вы не армяне. Патриотизм опасен для здоровья. Осталось, чтобы на пачках сигарет написали. А вот как вы относитесь к этому процессу сбора подписей? Ох, не верю. Вот не знаю почему, не верю. Потому что если они дали места в Марс-Петаранах, чтобы там люди приходили и подписывались, это же подконтрольная им территория. Что захотят, сделают. Завтра объявят, что вы мало подписались. Вас было мало, недостаточно, пошли вон. Вроде в Тага-Петаранах тоже есть. Ну да, да, да. Я не доверяю. Знаю, что на территории противника ты не можешь свою программу исполнять. Это территория противника. Там сидят вот эти казарменные бывшие из окружения, премьершие. И что они будут честно наблюдать, чтобы люди приходили, исполняли свой гражданский долг, я не верю. Я человек доверчивый, но в данном случае не верю. Лия Артемовна, вот вы очень много изучали культуру Армении, армянское наследие, цивилизацию. Вот на сегодняшний день, вот как вам видится, насколько мы отошли от наших корней и куда мы движемся? Знаю, что движение бывает вверх, бывает вниз. Вправо, влево не бывает цивилизационное движение. Или вверх, или вниз. Вниз очень легко. Сел на попу и скатился. Вверх надо карабкаться. Руками, ногами, цепляясь, потея, надо подниматься наверх. Теперь люди приучают к тому, что ничего самому не надо делать. Вот робот-пылесос придет, все приберет. Вот, то, ну, тебе какая-то машинка завернет. Миксер сам включится, сам выключится, терка многофункциональная и так далее. Людей делают пестельниками-идиотами. И реклама направлена на это. Вот я подписчик Ростелекома. Я там только фильмы смотрю, я новости вообще не смотрю, только читаю. Говорит, вы увидите мир. Вы расширите свое сознание, не поднимаясь с дивана. Ну, как же можно? Это же вот тоже Газпром, да? Вот Ростелеком — это Газпром. Вот у них мечты сбываются. Всех делают идиотами. Ну, вот на правительственном уровне, как вы уже сказали, что вот патриотизм уже считается чем-то ненужным. И вообще наших друзей-соратников говорят, что это ваши враги, да, про Россию. А вот что с турками надо дружить, и что у нас будет мирный договор, и что сейчас вообще нужно идти на Запад. Армяне насколько готовы вот дружить с турками, с азербайджанцами, подписать мирный договор? Если они добилу, конечно, будут дружны. Если история им ничего не говорит, если они считают, что можно за 2-3 поколения народ измениться, или вообще, в принципе, может измениться, ну, добилы, пускай идут, дружат. Если они получат, то они обязательно от своих дружбанов. Понимаю, что когда деньги правят миром, как хочешь назвать, взятка, коррупция, безнравственность, как хочешь называть. Если за деньги пошел, проголосовал, за деньги получил заново себе премьера, уж она все способна. И он не умеет далеко смотреть, он не понимает, что его детям по башке придется. Если он принципиальный, это baby free, да, и собак только дома имеет, и кошек, тем более, наверное, по его башке придется, потому что ни одна кошка ему стакан воды не подаст в постель. Люди стараются глупеть, так легче жить какое-то время, пока бабушки не получат. Но на самом деле, если честно, у нас прекрасная молодежь, прекрасная, рвущаяся к знаниям, старающаяся объять мир непознанного. Другое дело, как им повезло с мамами, папами, бабушками, дедушками, те дают им знания или отпихивают на интернет, откупаются от них, покупая дорогой айфон и в коляске давая ребенку. Это дебилы, которые порождают недебилов, сумасшедших. Дети, которые приручены айфоном, в 12-13 лет начинают болеть душевными болезнями. Это уже база есть, да? Уже выросло поколение этих детей, которые столько лет сидят на айфонах. И уже мировая наука об этом вопит. Вопит. Дураком быть легко. Просто наказание получается очень недоброе, понимаешь? Ну вот вы занимаетесь также образовательными, всякими проектами. Вот вы отметили, но не только же бабушки, дедушки этим занимаются, а вообще школа, уровень образования. Как вы оцениваете? Ну что именно школа сделает? Потому что школу лишили права воспитывать ребенка. Если ты не вправе воспитать своего ученика, он не будет тебя слушать. Ты ему сделаешь замечание, завтра его папа придет в учительскую, скажет, это по какому праву она сына банкира или же там, я не знаю, какого-то крупного афериста взяла и унизила в глазах класса. Так ведь, если учителя лишили права воспитания. У Макаренко почему такой обалденный эффект получился, да? Когда из беспризорников, из совершенно запущенных детей он сделал замечательных граждан своей страны. воспитанием было, в первую очередь. Без воспитания дома вот мама с ребенком как сможет? Не воспитывая, может ему что-нибудь протолкнуть в его дурацкую головку любимую? Не может. Она же должна сказать, что такое хорошо, что такое плохо. Это делай, это не делай. В угол нельзя ставить, заднице нельзя бить. А что можно? Коррумпировать его конфетами, айфонами? Ну вот из школьной программы там идет пересмотр, убирается история армянской церкви, армянскую литературу очень сильно там изменили в программе, убрали там авторов средневековых армянской литературы. То есть вот на государственном уровне меняется вот курс школьной программы. Вот это тоже. Вот эта Жанна будет гореть в аду. Жанна, которая вот как затвердила эту шпаргалку, да, написанную на Западе, и выдает в эфир. Вот в Ютубе ее слушаешь и удивляешься себе, потому что я не знала, что такие плохие слова у меня застряли в голове. Я не представляла. Но я ее слышу, начинаю материться. Я противник этого. Потому что такой подлой бабы, как она, не придумаешь. Которая противник вообще всего национального. Она не армянка. Там я не знаю, как фамилию себе нарисовала и так далее. Она не армянка. Это видно антропологически. Они враги. Их маленькими. Вот американские лагеря здесь устраивали, постсоветские, постпионерские. И папа и мама радовались, отправляли туда своих детей, потому что, ну, опять лагерь, опять лето, опять ребенок на свежем воздухе, и опять бесплатно. А детей там отбирали. Отбирали и самых циничных, при этом самых послушных, готовых ради какой-то наживы получить, выполнить какое-то задание. Их так выбирали. Я несколько лет назад откопала фотографию. Новогодняя вечеринка. Три девочки сидят. Знаешь, им по 13 лет приблизительно, 14. Одна Ангела Меркель. Девочка, которая живет в КДР, говорит на немецком языке, может быть, русский тоже проходит. Другая девочка, Тереза Мэй, которая живет в далекой Англии, говорит на английском языке. Не знаю, что еще это доравнает. Третья, просто узкая. Это будущий президент Литвы, который живет в Советском Союзе, говорит на литовском. Как их собрали? Как их соединили в пучок на новогодние вечеринки? Эти девочки там подружки. И потом в одной обойме стали выскакивать во главу своих государств. Кто это делал? Какая замечательная технология. Точно так же вот это турецкое варьё здесь выдвигается. Точно так же схема одна, отработанная, налаженная идеально, и работает. И абсолютная антиармянка, антиобразованная, становится министром образования. Вот социологи говорят, что впервые за последние 30 лет уровень отношения народа к русскому народу, если всегда был на первом месте, русский народ, как самый дружественный, к армянскому народу, сейчас только 60-70%. А кто измерял? Кто измерял? Судик кто? Социологи говорят... Какие социологи? Ты не знаешь, что такое социологи? Ты... Вот почему так происходит? Вы считаете, что всё равно вот для армян русские на первом месте, как дружественный народ? Ну, что такое, например, я не знаю, что такое место. Я не знаю, что такое место в дружбе. У тебя в дружбе есть места призовые? Вот у тебя подружки есть. Главный союзник, так скажем. Знаешь, какая штука, Сарочка? Дружба, она не предусматривает какие-то меркантильные интересы, правда? У тебя есть подружки, вы просто разделяете общие ценности. У вас один взгляд на то, что такое хорошо и что такое плохо. Вы не заинтересованы друг в друге материально. Вы не покровительствуете друг другу в вопросе должностей и прочего. Вы просто дружите. С детства дружите. Правда? У меня так. Поэтому, когда мы говорим о дружбе с русскими, мы имеем в виду то, что мы очень похожи в отношении к добру и к злу. Наши парни одинаково воюют. Очень похоже. Мы одинаково дружим. Мы одинаково относимся к человечеству. И мы были империалистами, и русские. Но никогда наши империи не предусматривали эксплуатацию других народов. Наоборот. Как при Маштоции открывались школы и в Армении, и в Византии для того, чтобы взрослые и малые обучались грамоте, точно так же поступила новая русская империя, Советский Союз, которая раздала, во-первых, алфавиты сделала для бесписьменных народов и Севера, и Азии своей. Построила дома культуры, построила библиотеки, ввела сперва восьмилетнее обязательное образование, потом среднее образование. У нас принципы отношения к людям, к народам одинаковые. Это нас роднит. Вот приехали сюда в огромном количестве российские дезертиры. Ну, черт не бить, дезертиры так дезертиры. У нас тоже свои там. Но кто-нибудь из них сказал, что армяне к нам плохо относятся? Один человек сказал. Нет. Прошло столько лет, да? Уже 33 года ваша жизнь в Христа. Русским языком худо-бедно владеет и таксист в аэропорту, и продавщица в магазине, и любой прохожий. Он для нас родной. Потому что мы сами на русском языке много творили и творим. То, что российская власть говорит, что, повторяю, англичан, вот самых гадских империалистов, что нет вечной дружбы, есть вечные интересы, вот это подлость. Что у России в друзьях только армия и флот. А народ? А народ? Вот если ты лично считаешь, что у тебя в друзьях только этот домофон на стене и мент за окном. Это какая жизнь? Это какой ужас? Просто вот ухудшение отношения... Его ухудшают. Его старательно ухудшают. Всячески. Вот в том числе вот этой министерке муж, да, Петрос Хазарян, который на первых постах в СМИ. В том числе вот Россотрудничество, организация, которая признана сотрудничать, да, они абсолютно либеральные ценности проталкивают. И они дружат именно с этим Петросом Хазаряным, который у них в жюри литературных конкурсов. Они прикидываются. Понимаешь, мы видим, с виду русский человек говорит по-русски, а на самом деле не так. Он представляет антирусскую платформу в Армении. И кроме и них, вот, антирусских русских, да, никто не может здесь армян саразить антирусскостью. Никто. Вот сейчас продвигается идея о необходимости вывода российских миротворцев, даже вывода российской военной базы. Как вы это понимаете? Это, знаешь как, мечтать не вредно. Ну, пускай мечтают, никогда этого не будет. Где Россия оставила свою военную базу? Где? Другое дело, что могут довести до такой степени, что Россия будет нас защищать, как сирийцев, да, своими бомбежками. Но это просто нужно, чтобы хватило у нас тупости, чтобы до этого докатилось дело. Но Россия нас будет защищать обязательно. Пока Россия, Россия. Да, там 90% по власти антирусский элемент. но 10% нашинский. Нашинский в том смысле, что мы разделяем общие понятия о добре и зле. Что главное в человеке. Главное. Если этого нет, кто это вообще? Кто это? Вурдалак или ангел? Как поймешь? Вот вы также занимаетесь переводческой деятельностью. Несмотря на то, что вы арабист, вы переводите произведения с армянского именно на русский язык? И с русского на армянский. И с русского на армянский. Я Крылова переводила, Тючева переводила. Почему вы придаете значимость именно переводу с этих языков? Знаешь, как? Вообще армяне на всех языках творят и творили. Андрей Труайев на французском творил. Вильям Саруэ на английском. Федор Тючев, который был армянин на самом деле, на русском творил. Интересно. Да. Вот вы про Чайковского книгу написали, мне интересно. Ну, я, конечно, раздражаю определенных людей в России. Они говорят, да вы сумасшедший народ. Ну, мы цивилизационный народ, мы народ цивилизатор, мы древние. Господь Бог нас создал, чтобы мы всем в этом помогали. Ну, и если в других случаях КПД невысокий, в случае с русскими очень высокий. Потому что русский сразу с одного щелчка понимает, принимает и несет дальше этот свет. Почему я перевожу? Потому что, во-первых, обидно, когда наших поэтов не знают другие народы. В Советском Союзе пару же СВК переводили на 28 языков, Шираза и так далее. И огромными тиражами издавали. При всем при том, что они считались не очень-то и просоветскими. Эта организация, которая Союзом писателей называется, это вообще смехотворная организация. Была замечательная поэтесса Мару Ерк напишет. Гениальная женщина. Я думала, что после Сильвы никто не поднимется так. Мару была. Пошла в Союз писателей, чтобы ее приняли, они сказали, а где ваши сборники, принесите, чтобы мы посмотрели. Союз писателей, ты для чего, если ты не издаешь сборники? Но своего этого председателя со словарным запасом сам техника переводит, я не знаю, на уйгурский, на кумыкский, на любые языки, потому что он сидит в кресле и подчиняется всем очередным властям. Вот он такой послушный дядя. Теперь я перевожу, я хочу, чтобы они этот кайф с нами разделили, когда читают Хачика Манукяна, когда читают Давида Ваняна. Это живые гении. И что мне очень симпатично, наша поэзия это континуум. Она не прерывалась ни на день, ни на год. Она постоянно рождает гениев. Постоянно. Возьми хайрены античных времен раннего средневековья, возьми советский период, возьми сейчас. Люди творят невероятного уровня поэзию. Ну хочется обрадовать и других, потому что поэзия, она, знаешь, она вне народов. Вот сейчас мы с внуком параллельно читаем Фауста. Думаю, господи, боже мой, как будто сегодня написал он Гёте. Как будто сегодня написано обо всём. Потому что поэзия это язык Бога. Ох, ну, конечно, вот, чтобы издать их, это же нужны деньги. А власти неинтересно издавать правдолюбцев. Поэт же правдолюбцы. Ей подпевалы нужны. Вот это аморальная баба, как её звали, Виолетта Григориан. В 1918 году её премировали, назвали лучшим поэтом года. Это что, о своём, извините, одном месте написало целое стихотворение. Вот ещё интересное, вот на днях произошло событие, отмечали 1035 лет со дня крещения Руси. И вы, как человек, который изучает всё армянское, везде армянские корни, вот вы можете раскрыть роль армян в принятии христианства России? Мало кто об этом знает. Ну, мало кто об этом знает, потому что мало об этом говорят и пишут. Надоели, Анна греческая, Анна греческая, какая Анна греческая? Папа армянин, мама армянка, дедушки, бабушки, все армяне. Какая она греческая? Или Византийская империя? Греко-римская империя. Где там греки, где там римляне? Хором, как называли армяне в своих древних Айренах, римхором. Так и оставалось в этом византийский период. Что непонятно, что крестовые походы зачистили, ослабили Византию, чтобы потом пришли турки. Это же была двухходовка. Но вернемся к Анне. Ее был у нее замечательный дедушка Константин Бакринородный, Константин VII император. Он написал книгу об управлении империей. И написал там, что если кто-то из этих неверных русов захочет дочь ли взять Василевцев, то есть Тиранатин погрян народный, или же отдать дочь сыну, не берите. Потому что разные семьи и так сложно срастаются. потому не нужно два народа смешиваться. Теперь внуки не читают дедушек и бабушек. Они умнее. Они себя считают умнее. Ну и вот Анна родилась за три дня до смерти отца. Она росла сироткой. У нее два взрослых брата были, которые стали соправителями через два императора, которые были оба типичные армяне. Один был вояка, государственник, стоик, другой бабник кутила. Оба типичные армяне, правда? Теперь до этого их отец Константин дедушка крестил княгиню Ольгу. Княгиня Ольга, а вдове уже приехала в Византию, чтобы он ее крестил. Она крестил сам император. Она вообще-то называлась Хельгой. Он ее крестил, она стала Еленой. Это вдова князя Игоря. Теперь есть разные источники, которые по-разному описывают то, что он захотел на ней жениться, она сказала, как вы можете на мне жениться, потому что вы мой крестный отец. В других источниках напишут наоборот, она сказала, давай женись на ней. Но если она новая христианка из Варяга, он-то уже 300 лет, его род христианин. Он что, не знает, что крестный отец не может на своей крестнице жениться? Он же дурак, что ли? Как он мог такое предложить? Так или иначе, в своей книге о церемониях он описывает, как принимали они русскую делегацию во главе с княгиней Ольгой. Как к десерту принесли им золотой стол? На золотом столе она приехала со своими шестью близкими женщинами и восемнадцатью прислужницами и им накрыли стол. Значит, у нее на блюде был красиво оформленный слиток золота 183 грамма в пересчете на их медицин коррекции. Женщинам по ближним поменьше было по 30 грамм. Девушкам вот этим прислуге по золотому колечку. То есть их на очень высоком уровне принимали, их очень хорошие связи были. Но когда она вернулась на Русь, то стало очень прохладно относиться к представителям Византии. Видимо, вот это несостоявшееся сватовство с ее стороны так сказалось. Теперь Анна, внучка Константинов. В это время братья воевали. Им нужна была военная помощь. Армяне и русские очень хороши в бою одинаково. Ни один в мире народ так не воюет. Нет второго такого народа нет, есть. Армяне и сербы никогда не воевали против русских. Все остальные воевали. Очень интересно. Вот на европейском, азиатском континентах кроме армян и сербов все с русскими воевали. А армяне и русские всегда союзники хорошие. Вспомним Великую Отечественную войну. Наши маршалы не просто так маршалами стали. В общем, им нужна была поддержка, видимо. Поэтому они согласились Анну отдать замуж князя Владимира. Князь Владимир был жутким язычником, имел 300 наложниц. И еще главной наложницей Рогдена была. Рогдена тоже приняла христианство, ушла в монастырь. 300 наложниц он отпустил с миром. Женился на Анне. Теперь арабских источников очень много. Арабские источники красивые вещи рассказывают. Говорит, княжна царевна отказалась выходить за язычника и поставила условия принятия христианства. Ну, как у девочки захочется выйти замуж, а там 300 жен. Хотя бы ради этого, да? И выдали Анну замуж. Она поставила это условие обязательно. И он взялся за это, согласился. Теперь если государство меняет государственную религию, это что означает? Должны вместе с невестой приехать священники, которые будут отправлять ритуалы, должны приехать строители, которые будут строить церкви белокаменные. Каменного строительства у них не было до знакомства Ольги с византийским императором. У них вообще ни одного здания не было каменного. Тогда при Ольге стали строить дворцы каменные. Теперь с ней кто должен приехать? во-первых переводчики чужой язык в чужую эстраду приехали. Должны приехать мамки и няньки с которыми можно сплетничать обсуждать новости узнавать которые ей вкусненькое что-то приготовят. Должны приехать повара должны приехать партные должны приехать врачи и повивальные бабки ей с мамой становиться. Должны приехать штукатуры отделщики мыловары. Про мыловаров очень интересная история. Когда Анийское царство пало и польский король пригласил армян к себе на территорию в том числе чайковских первые ремесла которые удивили всех там возникли это было производство сафяна и производство мыла. И вот приехали туда мыловары приехали лудильщики чеканщики каменщики представь какое количество народа да песцы дьяконы это же многие тысячи людей и конечно это не только из Византии приехавший видит что чего-то не хватает ниша какая-то есть пишет своей родной в Армению давайте сюда потому что армянин куда приходит он начинает зажигать свет вот не было коврат качества появилось не было текстильного производства появилось и так далее да потому что лен то был но шерсти не было никогда и так далее то есть этот брак конечно был очень счастливым поначалу пока силы которые заинтересованы были в том чтобы Россию ослабить и перевести стрелки на другой лад совсем не убили Глеба и Павла не сослали Анну в монастырь и так далее но вот вот эта девочка зажгла свет она имеет огромную заслугу и русский народ ее почитает и кстати на днях день ее поминовения но позднее называют ее греческой царем а почему она царица он князь она царица как ты думаешь не знаю интересно он князь она царица кенад царица кенад царь древа жизни она ответвление от этого главного древа жизни христианства которое на тот момент уже в западной Армении было которую называют Византией очень интересная история для Артемовна и вот такой вопрос возникает ну вот Армении на протяжении веков как вы сказали везде зажигали свет и самым главным желанием самих армян было создать свою государственность которую создали всегда была государственность армянская не надо сочинять армянская государственность была всегда армяне по своему рождению государственники кто бы что бы не болтать вот этот ас-20 ряд 19 век вот кто кто тебе подсказал что надо пойти создать государство Бирма и называться там Ба-Мау Ба-Мау читаешь на самом деле ас-20 ряд армяне всегда создавали государство по всему миру и не потому что они хотели править государством а потому что они считают что правильная организация общества это государство ну вот сейчас на сегодняшний день вы видите опасность вот некоторые говорят что сейчас мы стоим на какой-то грани что можем ее потерять ну у врага такая цель конечно ну мечтать не вредно пускай мечтают мы божий проект понимаешь вот господь бог когда придумал арама да есть народы которые храни получается произносить язык арамейский не адамейский но он не аромат арам интересно вот у них такая программа конечно у них есть свои цели задачи мошах пришел в 16 году да этот самый антихрист 12 лет должен править мы в самом апогее этого сейчас находимся но должны продержаться что этих придурков должны им позволить чтобы они нам уничтожили государственную страсть нет этого не будет не будет этого не потому что я такая ура патриотка потому что я хорошо зная и нашу историю поймала алгоритм поймала алгоритм а армейская государственность не может быть прервана просто не может для этого нужно растить нормальных детей не отвлекаться от них на эту дурацкую сковородку нужно детям рассказывать сказки нужно для детей готовить а не в магазине всякое извините за выражение покупать им скарбливать надо растить поколение людей которое будет знать родину любить родину защищать родину еще проще в общем то Лия Артемовна большое спасибо вам за интересную беседу и вам спасибо молодцы будьте здоровы спасибо 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 Редактор субтитров А.Семкин